Кем же отличается обычный терапевт и врач-невролог? Я знаю, и для никого не для секрет, что в ветеринарии практически нет таких специализаций, все-таки это больше из медицины. Но как сейчас развивается ветеринария и как происходит так, что врач выбирает вот такую специализацию? Ну или поделись своим опытом, как ты выбрала эту специализацию неврология? Чем она отличается от обычной терапии? Огромной такой. Да, для начала все-таки я изначально была терапевтом и есть терапевт. Это, конечно, очень обширное, то есть огромное количество заболеваний. То, что касаемо неврологии, всегда было очень интересно погрузиться и узнать, что же там дальше. То есть за пределами того, что мы обычно делаем, ну там обычных наших каких-то рутинных там процедур и попытаться хотя бы понять, что такое центральная нервная система. То есть то, что касаемо головного и спинного мозга. То есть в принципе невролог и занимается заболеваниями как центральной нервной системой, так и периферической нервной системой. Это даже не описать просто одними словами, там двумя-тремя словами, это невозможно, да. То есть потому, что это океан... Нервных клеток, миллионы, миллиарды. ...можно углубиться и там, наверное, попытаться плавать. То есть очень хорошо, если есть такие возможности. То есть это безумно интересно. Это страшно интересно. Это страшно интересно. Страшно понятно. Ладно. Лен, скажи мне, пожалуйста, тогда, как понять... Ну то есть понятно, что сейчас в принципе в любую клинику люди обращаются с любыми проблемами. И может ли сам владелец определить, что ему нужен невролог? То есть как понять, что вообще владельцу... Вернее, как понять, что самому животному нужен именно невролог, что нужно записаться по неврологу? Или как определить, что вот есть какие-то неврологические проблемы? Ну, самые одни из самых распространенных проблем, которые, собственно говоря, вот чаще всего владелец понимает, что да, там нужно бежать к неврологу, это как какого-либо судороги, да, то есть которые внезапно происходят у животного. Соответственно, да, то есть с этими проблемами, ну, желательно сразу к неврологу. Но если нет такой возможности, нет рядом там никого, есть просто ближайшая клиника, то, собственно говоря, можно подойти к любому специалисту, да, то есть для того... То есть вот в любом случае терапевт определяет, его ли это, с чем это связано, собирая она вне здравоохранения? Да, то есть это вот первое, да, то есть остальные здесь уже немножко более сложные в определении, именно непосредственно владельцу, потому что, например, у животного нарушение походки. Тут уже непонятно, да, то есть то ли к неврологу бежать, то ли там хирургу бежать, то ли там еще там кому-то бежать. То есть здесь, опять-таки, здесь можно действовать, то есть по тому же самому принципу, собственно... Сначала к терапевту. Да, к терапевту, а потом он уже, допустим, определит, то есть как бы проблема все-таки больше там... Да, я правильно поняла, ну, как бы понимаю, как устроено у нас, и я думаю, что в основном и в других клиниках, если принимает специалист-невролог, то прием невролога чем-то отличается от обычного приема терапевта. Ну, то есть терапевт в любом случае сначала собирает анамнез, осматривает, углубляется в процесс, а вот когда он понимает уже, ну, то есть это как врач первого приема, он должен определить, может ли он заниматься этой проблемой, или все-таки нужно более какое-то детальное исследование. И что вот прием невролога – это что-то другое. Да, прием невролога – это совершенно другое. Здесь однозначно, во-первых, прием невролога занимает огромное количество времени, то есть это не 15 минут, это не 20 минут, это может занять и час, и даже больше, в зависимости от того, какая проблема. Собирается совершенно тщательный анализ. Другой, более расширенный, нежели терапевтический. С рождения фактически данного животного. То есть все, что владелец может рассказать, вспомнить. То есть здесь нет нюансов, которые можно опустить, забыть, что там, допустим, год назад, допустим, там попал под машину. Все важно, все важно. То есть важно все абсолютно и всегда стараюсь узнать максимально больше об этом животном, чтобы в диагностике именно состроить какой-то определенный план там и дальше соответствовать, то есть уже лечить животное. Анализы тоже. Здесь есть рутинные анализы, которые сдаются. Это обязательно, в принципе. Ну, конечно, различаются там от патологий, да, то есть немножечко того, что в одном случае там больше одно подойдет другому. Но, тем не менее, то есть анализы обязательно сдаются, то есть для того, чтобы исключить те же нейроинфекции. Это обязательно для всех животных, неважно, там кошка это или собака. Рентгеновские снимки, то есть это, ну, скажем так, это не совсем терапевтический прием, это уже немножко другого плана. А сама диагностика, вот сам прием, вот осмотр, к примеру, ну, я знаю, например, как проводят осмотр офтальмолога. У него есть специальная аппаратура, то есть он тоже проводит, ну, для того, чтобы определить проблему, да, нужно следовать определенному протоколу, провести некоторые исследования. Правильно я понимаю, что есть такое понятие, как неврологический осмотр? Да. А вот, коротенько расскажи, вот как вот, что он себя включает. То есть это, как-то нужно к нему подготовиться, что у меня завтра прием у невролога, и я, и ты будешь вот это вот проводить. Ну, собственно говоря, особо никакой подготовки не нужно, единственное, нежелательно давать какие-либо успокоительные препараты перед поездкой, да, потому что это может, ну, немножечко сбить с толку, да, то есть смазать картину. Да, да, и не будет понятно, то есть это на этом или это вот само по себе. Понятное дело, что если животное агрессивно, ну, тут как бы уже там другая история, да, то есть здесь другие подходы нужны будут. Но, в принципе, да, неврологический осмотр отличается очень сильно тем, что проверяются рефлексы, черепно-мозговые нервы, походка, то есть для этого, если животное крупное, соответственно, то есть мы ставим их на коврик, на полу, то есть если животное мелкое, нужно будет на пеленочке на столе осматривать. То есть целое, нужно ли при этом иметь какую-то подмогу владельцу, то есть может ли он сам справиться, например, если, ну, действительно, какая-то такая сложная патология, животное плохо ходит, нужно ли кого-то брать с собой на прием, чтобы помочь? Часто бывают такие? Кошторинген затащить, да? Да, потому что, допустим, те же крупные животные, но и приезжает, допустим, ну, бабушка. Крупкая девушка, да, да. Или там девушка, то есть, ну, понятное дело, что взвалить это все, то есть, ну, перетащить, даже просто по клинике провести, то есть, ну, это довольно-таки тяжело. Поэтому, да, помощь, в общем-то, она, в общем-то, требуется. То есть, готовимся к этому приему, не просто как к обычному. Будет больше, будет, значит, ну, просто подрезюмируем, будет дольше по времени, надо запастись, да, возможно, понадобится, ну, то есть, невозможно, а точно понадобится дополнительная диагностика в виде того, что нужно будет в это сдать анализы, провести рентгенологическое исследование, провести как минимум час, собрать с собой документы, которые есть. Вообще, что с собой нужно взять вот на прием к неврологу? Все? Если люди, допустим, уже успели там, ну, самостоятельно даже, если такие самостоятельно прообследоваться, да, то есть вот эти вот анализы там, все, что есть, или, допустим, назначались там в других клиниках, то понятное дело, что это, конечно, лучше брать с собой, чтобы не повторяться, то есть не заставлять людей заново сдавать то, что уже сдано. Если ничего нету, то по возможности тогда было бы очень неплохо, то, что всем рекомендуется, снять видео того, что происходит с животным. Это будет прям вот очень большая помощь и, собственно, очень поможет в постановке диагноза. А, то есть в разные моменты, как это могло происходить, чтобы не говорить это на словах, вот у нас было вот так, да? Да, 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 просто заснять видео спокойно, то есть я понимаю, что все владельцы нервничают, не у всех это всегда получается с первого раза, но иногда даже в полете что-то там успел заснять, то есть это уже… Это ценная информация, да? Это ценная информация. Отлично. Значит, не забываем все о прививках, все какие анализы есть. Если уже сделаны были КТ, МРТ и рентгены, да, все это необходимо взять. И, соответственно, фото-видео фиксация того, о чем будем говорить. Для неврологии, я так понимаю, это очень важно, да? Какие были приступы, или если это были приступы, как ходят или как бывают. Потому что действительно, знаешь, как очень похоже с плавающим дефектом, когда ты приезжаешь в автосервис, да? Ты говоришь, ну, знаете, у меня был такой звук, и начинаешь рассказывать, какой он был. Они говорят, ну, какой? Ну, вот сейчас его нету, но вот он такой, взим-взим. Я так понимаю, ты это слышишь как раз на каждом приеме, да? Ну, фактически, да, да. Начинаешь гадать, что же это может быть. Ну, в общем, да, по большому счету так и получается. Ну, я говорю, хочу сказать, что сейчас больше подготовленные приезжают уже как-то вот… Уже понимают, осознают эту важность. Да, да, то есть как бы уже все. Я поняла. Лен, вот такой вопрос. Насчет вот этих проблем неврологических, да, врожденных или каких-то породных. Есть, ну, понятно, что у каждой наверняка, ну, пород, конечно, огромное количество. Честно говоря, даже не знаю, какое количество пород имеется, да? И с каждым днем мы узнаем о каких-то новых породах, хотя они достаточно не новые. Но, тем не менее, говорить обо всех, наверное, мы не сможем. Но хотя бы вот что-то такое явное, вот какие-то самые такие часто встречающиеся неврологические проблемы, породные или врожденные. Может быть, врожденные травмы бывают, ну, скорее всего, бывают при рождении, да? И вот они могут нести неврологические проблемы. Но самые частые. На твоей памяти какие могут быть? Не знаю, породные. Приведи парочку примерно. Нет, ну, есть какие-то, конечно, генетические заболевания, которые, собственно говоря, встречаются, я не скажу, что прям повальные очень часто, вот. Но если, допустим, говорить о мелких животных, довольно часто проблема бывает, допустим, в той же гидроцефалии, которая у них бывает врожденная, да? То есть, это вот, допустим, гидроцефалия уже может приводить к, соответственно, нарушениям неврологическим там и прочим. Та же самая, допустим, эпилепсия, то есть, она вот относится к генетическим, то есть, большое количество пород, правда, ну, подтверждена она всего лишь там именно генетически у одной породы, остальные как бы считаются предрасположенными, да? То есть, не проводилось какое-то генетическое исследование. Но, тем не менее, то есть, оно считается диапатическое, то есть, ну, фактически там плюс-минус равно, значит, генетическое. Опять-таки, допустим, те же вот киареподобные мальформации, да? То есть, предрасположенность некоторых пород к данному заболеванию. Но, опять-таки, я не скажу, что там прямо вот это вот генетика-генетика, но, тем не менее, то есть, вот предрасположенность вот… Ну, пример из последних, из практики. Вот, ну, например, что-то такое интересное, какой-то вот патологический случай, который был тобой, ну, то есть, вот порода конкретная, и вот у нее подтвержденный какой-то диагноз. Ну, вырожденный или генетический? Ну, так не припомнишь сразу сходу, да? Да, я сейчас сразу, да, я сейчас не припомнишь. Ну, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что из вырожденных? То есть, это травмы или какие-то внутриутробные инфекции могут вызывать? Да, и внутриутробные инфекции тоже могут вызывать, и причем, ну, чаще это встречаются некоторые там вот животные, которых взяли, допустим, с улицы, те же самые кошки, у которых, допустим, мама переболела, пандикпении, да, допустим, в период, и это вызывает, допустим, ну, атаксию, да, то есть… То, что, опять-таки, довольно часто встречаются, то есть, это различные патологии мальформации позвоночника, но я не скажу, что прям это вот, прям, я говорю, опять-таки, так сказать, что там… Ну, да, 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 я понимаю, это неповально. Но встречаются и встречаются. Да, встречаются и встречаются очень часто, это, ну, вот одни из самых распространенных проблем, которые есть. Давай перейдем тогда вот к самым таким основным вопросам, симптомам, значит, про судороги. Вот все-таки, понятно, специалист, особенно такой, как невролог, четко определяет, что такое судороги, что такое стресс, ну, то есть, ну, трясет, тремор, дрожь ее называют, да, вот я так понимаю, что все это разные показатели, собственно, и нельзя это все между ними поставить равно, в общем-то. Как это отличить, что это действительно судороги, а не просто собака пришла, не знаю, после угляния или после какого-то стресса, может быть, что там может быть у нас, салют, какой-то страх, еще что-то, ее трясет, и это не судороги. Как вот отличить судороги от других каких-то дрожей или вот таких вот треморов? Ну, судороги, это, прежде всего, это симптом, да, то есть, это симптом того, что у животного, скажем так, есть какой-то патологический процесс непосредственно в головном мозге, то есть, на фоне чего вот именно судороги, то есть, мы говорим именно об эпилептических, допустим, судорогах, да, я правильно поняла? То есть, вот сами судороги, обычно вот эпилептические судороги, то есть, то, что чаще всего встречаются, это, грубо говоря, да, допустим, вот группа клеток, таптологических, которые находятся в головном мозге, и, соответственно, то есть, запускается некий процесс, ну, пускай там даже там те же тарды, там, ну, спровоцировали, да, то есть, они, у них идет вот это вот возбуждение, а тормоза вот очень-очень мало, да, то есть, и, соответственно, то есть, вот начинается вот приступ. То, что касаемо, допустим, тремора, дрожи и так далее, то есть, это чаще судороги протекают практически всегда с потерей сознания, то есть, этим они отличаются, то есть, от, вернее, приступы протекают с потерей сознания, то есть, этим они отличаются от другого вида, значит, патологических процессов, да, от той же самой дрожи, от тех же самых, там, треморов, да, там, тиков и так далее, потому что все остальное – это ритмичные сокращения мышц, но при этом полностью сохранено сознание. Я поняла, то есть, причины этих патолог, какие бывают? Ну, просто самые основные. Самые основные, ну, три этиологии, то есть, в общем-то, три основных, то есть, это структурное, структурные повреждения, то есть, к ним относятся ополи, допустим, головного мозга, минингенцеполиты, это могут быть какие-то, опять-таки, врожденные аномалии, патологии, да, то есть, головного мозга – это, к слову, о предыдущем вопросе, да, там, те же гидроцефалии, мальформации, там, и так далее, да, то есть, то, что, скажем так, структурно меняет и, соответственно… Ну, понятно, да, и, соответственно, вызывает. Значит, реактивные судороги – это когда животное что-то не то съело, отравилось, проблемы с печенью, с почками могут вызвать, опять-таки, здесь могут быть электролитные какие-то нарушения, да, то есть, то, что может быть. И третье – это, в общем-то, опять-таки, диапатическая, ну, генетическая эпилепсия, то есть, когда никаких изменений, никаких проблем, нигде ничего нету, то есть, как бы, но, тем не менее, судороги. Это генетическая процесса, понятно. Вопрос у нас вот как раз был про эпилепсию. Как раз к эфиру, когда я готовилась, прочитала, мы задавали вопросы в наших соцсетях, и интересный такой вопрос, значит, зачитаю его. Подскажите, пожалуйста, важно ли давать таблетки от эпилепсии в одно и то же время? Даём хвостатому два раза в день по глифералу, например, в 6 утром и, ну, соответственно, в 6 вечером. На следующий день давать в то же время или не обязательно? Да, обязательно. То есть, я правильно понимаю, что противоэпилептические препараты, которые даются, очень важно выдерживать всё-таки вот это вот время. Понятное дело, да, что тот же фенобарбитал имеет накопительный, да, там определённый период, то есть, 2 недели, потом у него терапевтическая концентрация, да, определённая набирается, и если будут какие-то помехи, допустим, в плане там времени, да, то есть, или не будет выдерживаться время, да, то есть, эта терапевтическая концентрация, она, конечно, будет поддерживать, да, определённый уровень, и, допустим, там, за 3-4 часа, допустим, с собакой там или с кошкой, не дай бог, там ничего не случится. Но, честно говоря, лучше не экспериментировать, потому что есть у меня и такие пациенты, у которых даже приём препаратов, там, задержка буквально там 1-2 часа, то есть, могло вызвать судороги. Поэтому, в принципе, это как поведение очень хорошее. Нужно давать каждые 12 часов. Я поняла. Ещё один вопрос был, соответственно, сейчас пока наберём вопросики и ответим за них, потом продолжим. Хотела бы задать вопрос. У моей собаки эпилепсия. Сдавали анализы, делали УЗИ сердца и МРТ головного мозга. Никаких отклонений не нашли. Но приступы каждые 12-14 дней, по 2-3, ну, по 2-3 приступов, видимо. Принимаем литерам и тибантин. После консультации с врачом увеличили дозу. Пока ждём, изменится ли частота приступов. Мой вопрос. Может ли приступов не быть вообще после применения препаратов или они всё-таки неизбежны? Во-первых, первоочередная задача, да, то есть, когда назначается терапия, это сделать так, чтобы, ну, понятное дело, что не всё от нас зависит, но сделать так, чтобы этих приступов не было слова вообще. Поэтому здесь индивидуально подбираются препараты. То есть, если приступы продолжаются, значит, однозначно здесь нужна корректировка или по препаратам, или по дозировкам, да, то есть, или что-то ещё добавлять, или что-то не подходит. Здесь индивидуальный подход должен быть каждому животному. Но огромное количество животных, которые даже на одном препарате чувствуют себя прекрасно, у них купируются судороги и, собственно говоря, они живут в общем-то нормальной жизнью, поэтому это вполне возможно. То есть, правильно ли я поняла, что на препаратах приступы могут вообще полностью исчезать, если правильно подобрана терапия, а если врач решает, что нужно отменять, то они могут вернуться? То есть, я так правильно понимаю, что если… Нет, не совсем так. Значит, просто каждый организм индивидуален, да, то есть и приступы, скажем так, у каждого, ну, скажем так, свои. Есть просто животные, кому достаток одного препарата, и у него нормально. Есть животные, у которых два препарата мало, нужно добавлять третий препарат. Здесь, опять-таки, в первую очередь, вот именно в данном конкретном случае, нужна, если врач корректирует дозировку, значит, да, то есть нужно корректировать дозировку, смотреть, то есть как животное себя будет чувствовать, если не, значит, или что-то добавлять, или что-то убирать, ну, как-то корректировать назначение. Я поняла, а вот у меня вот с собой возник вопрос, исходя из этого вопроса, просто стало интересно. Вот ничего не нашли, надо ли дальше искать, или все-таки достаточно лечения, или это уже не важно, почему у животного с удероги? Эпилепсия. Вот это и есть вот та самая идиопатическая эпилепсия, когда ничего не обнаружено, все нормально, для этого вот эти вот обследования, то есть и проводятся, то есть анализы исключаются, МРТ там и так далее, то есть для того, чтобы понимать, что у нас именно, допустим, вот идиопатическая эпилепсия. А, понятно, понятно, я поняла. Ладно, еще какой у нас, а, вот как раз был интересный вопрос про диету эпилептик. Такая действительно есть? Да, такая есть, но в любом случае никогда не нужно надеяться, что именно только диета все решит, и все, скажем так, все проблемы там уйдут, потому что, к сожалению, эпилепсия вещь такая, то есть если она началась, она уже, скорее всего, она уже будет пожизненно, да, то есть она не отменится и никуда не денется. Просто диеты, они помогают, скажем так, они смягчают все это дело, помогают головному мозгу и делают более, скажем так, более редкими приступами. Я поняла, поняла. А что там такого? Чего там уменьшается или улучшается? Диета-то в чем? Ну просто хотя бы вот, я, например, перераслышу. Сейчас я просто полностью по составу, я, конечно, не расскажу. Ну да, да, не надо, нет, просто в общих чертах. Что-то нужно ограничить, чего-то от чего-то. Это готовые корма или это на здоровье? Вот и готовые корма уже созданы для призаблевания под нервной системой. Понятно, то есть там чего-то должно быть больше, чего-то меньше. Да, да. Я поняла, то есть отлично. Ладно, вопрос тогда следующий. У нас еще в чатике мне тут набросали, показывается очень много вопросов. Так, значит, этот вопрос мы ответили. Можно ли, вот, так, подскажите, пожалуйста, можно ли постепенно убрать поглюферал при, если приступов нет уже два с половиной года, собаке девять лет, приступы начались в три года? Ну, в принципе, если приступов нет больше двух лет, то теоретически попробовать это можно, но не факт, что все пройдет успешно. То есть я так понимаю, что должен решать невролог. И как отменять? То есть просто так бросить ведь нельзя? Да, нет, нет, ни в коем случае. Что-то обследовать, да? То есть еще раз пройти какое-то... Обязательно проходится обследование, то есть и решается свечащим врачом, но вообще можно попробовать, я говорю, через два года, если не было ни одного приступа, то есть попробовать отменить. Ну, понятно, только после консультации. Так, еще вопрос. Щенок с нарушением координации, наклон головы, колебательное движение глаз. Так, не стагм, шаткая походка, широко расставленные конечности. МРТ не делали, у нас нет такой услуги. Подскажите, какие шансы, что все будет хорошо? То есть это погадать на кофейной гуче страны. Ну, понятно, вопрос. Сказать, что все будет хорошо, точно не можем, я сразу от себя скажу. Вот, но тут вопрос. МРТ не делали. Ну, здесь однозначно просто лучше сходить на прием, показаться, потому что, ну, это может быть как проблема там с отитами. Ну да, наклон головы, если в одну сторону, можно. Соответственно, могут быть еще какие-то проблемы, поэтому показаться можно, шансы есть. Я поняла, шансы есть. Даже без МРТ. Короче, надо просто там следовать. Обязательно МРТ, да, то есть хотя бы просто показаться. А рентген в таком случае может помочь еще поставить? Нет, ничего не увидим, да? А если это щенок, может быть там УЗИ головы делают вообще? Делают через щенкам, да, делают через ротничок. Ага. В принципе, можно сделать, да. Ну, то есть в любом случае нужен, да, осмотр невролога и... Обязательно, да, да. Так, еще вопрос. С таблетки по глифералтри плохо помогает кошка перс 2 года. Приступы каждый день. Врач говорит, что может быть опухоль мозга. Можно ли как-то помочь? Ну, для начала надо опять-таки обследовать животное, потому что может быть, может не быть. Могут быть какие-то другие причины, если не помогает, как я уже сказала ранее, один препарат, значит, нужно корректировать, нужно добавлять второй, третий и так далее. А вот у нас мы в лаборатории, да, назначаем вот исследование на фенобарбитал. У нас есть исследование до приема и после приема, концентрация. Это для чего делают? Кто подбирает? Значит, это делается, сдается лекарственный мониторинг, назначая тем пациентам, которые принимают фенобарбитал, потому что фенобарбитал имеет свойства, опять-таки, накопительные, да, то есть, как мы говорили, ему нужно, грубо говоря, там, 2-3 недели на то, чтобы достичь какой-то определенной концентрации терапевтической. И вот эта вот терапевтическая концентрация, она уже будет работать нормально, то есть, на вот противоприступах, которые есть. Для чего он нужен? Иногда бывает так, что у животного он слишком плохо копится, тогда мы его сдаем, мы видим, что там очень низкие цифры, да, то есть, как вариант, значит, получается, что он, возможно, не работает, и, скорее всего, надо будет добавлять еще что-то. Бывает так, что на низких даже дозах слишком много накопилось, да, то есть, и это уже тоже плохо, потому что в дальнейшем, то есть, это может привести к каким-то вторичным проблемам, которые могут развиться. Соответственно, эта дозировка, опять-таки, корректируется. То есть, это именно для понимания, что у нас все хорошо, все идет, ну, по плану. Я поняла. Вот еще спрашивает Анастасия, хотела спросить, кошка сидит и чуть-чуть дрожит в кобочках, как мне кажется, совсем чуть-чуть покачивается. Нужно ли ввести ее к неврологу? И если да, то какие анализы сдать? Ну, это уже, то, что касаемо анализов, это сдавать на месте. Здесь по поводу покачивается кошка, вообще, в принципе, народ немножко странненький, да, то есть, они могут... Да, они, кстати, когда в цене сидят, для них это нормально. Поэтому это может быть нормальное состояние. Если это, конечно, появилось вдруг внезапно, там, раньше, там, не обращали на это внимание, то, ну, да, наверное, стоит показаться на прием. То, что касаемо анализов, это уже будет на месте, в зависимости от того, что будет найдено или не найдено, потому что бывает и так, что приводят животное, говорят, что у него проблемы, смотришь, никаких проблем нет, да, то есть... Ну, вот это как раз мы говорили о том, что вот этот вот случай, я бы хотела на нем, скорее всего, сакцентировать наше внимание, о том, что вот это надо записать, как можно подробнее, потому что вряд ли она на приеме, ну, во-первых, это как раз покажет, вот это вот сидит, дрожит и покачивается. Она точно будет вообще бояться всего, это никак не объяснить. Да-да-да, согласна абсолютно, да. Вот это вот. Так, значит, что еще? Вот Наталья спрашивает, спасибо за ответ, увеличили дозы приступов, пока больше не было, уже 16 дней, а какой препарат лично вы считаете самым эффективным. Не знаю, Наталья, к какому ответу... Ой, сейчас, подождите, что-то я перепустила. Так, если да, так, так, Т4 у нее повышен. Ой, это вот предыдущий был вопрос про кошку. У нее Т4 повышен, это бы дополнение было. То есть тут уже комплексный вопрос. Короче, сначала к терапевту записываем видео, если нужно будет, то к неврологу, если поймет, что Т4 повышен, то к эндокринологу. Да. Значит, вот этот вопрос, Наталья, если у вас есть возможность, еще раз, если вы нас слышите, еще раз скажите, я не поняла, какой был у вас вопрос, увеличили дозы приступов, пока больше нет. Я думаю, так, о собачке, у которой приступы продолжаются. А, вот они увеличили дозу, 16 дней нету, какой препарат лично считаете самым эффективным? Ну, просто есть препараты выбора, да, то есть препараты там первого порядка, которые назначаются. Опять-таки, каждый врач должен решать индивидуально в зависимости от того, что у животного. Что в одном случае тот же погульферал пойдет на УРА, в другом случае его категорически назначать нельзя, да, то есть нужны другие препараты, поэтому здесь только... Ну да, самые эффективные. А вообще, ну так, это может быть вообще не к теме, просто даже интересно в нынешних реалиях. Есть вообще проблемы с этими препаратами? У нас вообще в России все хорошо с ними? Или это какие-то сложности с поставками? Я смотрела, да, то есть, слава богу, с погульфералом уже все нормально, он одно время, да, то есть что-то прям его прям совсем не было. Хотя, в общем-то, странно, потому что, пускай, это московский фармацевтический завод, возможно. Ну, может быть, какие-то, да, непосредственные компоненты были. Ну, слава богу, все есть, то есть, по крайней мере, из российского производства, то есть препараты есть. Рабочие. Главное, что они рабочие. Да. Это хорошо. Ладно, друзья, если у вас еще вопросы задавайте нам, пишите в Телеграм, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Сразу можем сказать, что в Телеграме записи у нас не будет, там только эфир. Здесь мы запись потом сохраним, выложим в ВК и, да, и только в ВК. Ладно, идем дальше. В общем, интересный вопрос. Вот, в Беларуси пишут, что есть проблемы, но я не до конца увидела. Прошу мне помощников переслать этот вопрос. Так, а мы пока пойдем дальше. Значит, с этими судорогами с эпилепсией мы более-менее разобрались. Давай поговорим про животное хромает. Куда обращаться? Сначала нам идти к хирургу-ортопеду, потом к неврологу или наоборот? Хромота. Твоя тема? Да, хромота, в общем-то, моя тема. И я хочу сказать, что у меня здесь нет однозначного ответа, да, то есть сразу к неврологу или к ортопеду. Слава Богу, я работаю с ортопедом. И он... У нас нет такого вопроса. Да, он сразу присутствует со мной в кабинете, как только ко мне зашло что-то такое там прихрабывающее, потому что без его осмотра, прежде чем он мне не даст добро и не скажет, что да, это там проблема не моя, то есть я даже осматривать не буду, потому что нам боюсь что-то там... Ну, тоже, знаете, потому что осмотр у нас, в общем-то, немножечко разный. Соответственно, здесь есть ли хромота, можно, опять-таки, в любом, скажем так, направлении двигаться сначала к ортопеду, потом к неврологу, можно и наоборот. Но желательно, да, в комплексе. Поэтому, да, у Елены Алексеевны, для тех, кто еще не успел, значит, запомнить, что она работает в нашем центре на Первомайской, и поэтому у нее практически всегда смены сопряжены с тем, что она работает с хирургом-ортопедом, и вопросов по диагностям у нее не возникает. Поэтому, если вы живете в Москве и Московской области, и вам необходим невролог, то, в общем-то, собственно, выбора... То есть этот вопрос для вас не актуален, это в нашем случае. А для тех, кто живет в других городах или не имеет такой возможности, в общем, определяется по-другому. Ладно, значит, давай про хромоту. В каком возрасте, точнее, про хромоту разобрали? Вообще, какие причины могут быть неврологические хромоты? Понятно, что если хромает, а то, не знаю, ушиб, или спрыгнула с дивана, там, переломы эти, мы все не разберем. То есть все, вот вы определили с ортопедом, что все тема твоя. Что это может быть за хромота? Примеры? Собственно говоря, ну, это уже не совсем, правда, хромота, то есть это нарушение, да, там, походки, допустим, может быть, но определять, грубо, конечно, можно сказать, как хромота. То есть это понятнее просто. Очень часто проблемы, то есть это какие-либо грыжи позвонковые, да, то есть идет ущемление, соответственно, то есть проявляется вот такой вот дефицит, то есть неврологические в виде, там, западания, там, прихрамывания, там и так далее. Это в любом возрасте может быть? Ну, вообще, честно говоря, вот даже в прошлую смену вспоминая, у меня была такса, которой еще и годы нет, то есть уже у нее, да, поэтому, в принципе, я скажу, что да, то есть это, наверное, может быть уже в любом возрасте. Это связано с породами, это связано с вот генетикой, со самой породы, да? Да, 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 вот чаще всего, да, все-таки вот длинное тело, короткие лапочки, да, то есть вот такого вот плана собачки, то есть они, конечно, больше страдают, то есть вот этими вот проблемами и чаще попадают к нам на прием. А возрастные какие-то вот моменты, например, ну вот у меня тоже достаточно взрослая большая собака, тоже большие собаки тоже ведь от этого страдают, завесы, не знаю, огромные, у них же там, а если их еще немного попустить, как говорится, и позволить им побольше есть, и поменьше потом двигаться, да, я так понимаю, что… Да, 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 это проблема, это очень большая проблема, их очень много действительно, Этих проблем просто огромное количество, по очень большому сожалению. Ну, назови самые основные породы, какие вот с возрастом точно будут страдать вот такими якобы прихрамываниями и вот этими неврологическими проблемами, связанными с позвоночниками. Ну, тамберы, ротвелеры, лабрадоры, то есть вот из крупных собак, то есть это вот самые часто встречающиеся породы. Очень много метисов тоже, но вот именно вот смысл здесь вот именно в крупные собаки. Средние, они как-то вот меньше, да, то есть они, да, не просто вложат, но меньше. А можно, например, с возраста, например, там, чинка большой крупной собаки перекормить в детстве, я не знаю, каким-нибудь подкормками, витаминами, что потом вызовет, я не знаю, какие-то проблемы с костной тканью и потом это все закостенеет и какие-то вот такое. Я бы сказала наоборот, чаще встречаются животные, которых не докармливают. Или, допустим, мясная диета, нехватка метаминов, нехватка минералов, то есть это вот все как раз вот скорее вот так вот. А, вот так, все наоборот. Да. Я поняла. Так, ну вот давай поговорим про параличи. Что такое паралич вообще? Как это происходит? Вот прям вот, вот может это произойти вот так? Ну, по большому счету, да, это может произойти вот так. То есть она вчера ходила, а сегодня раз паралич? Просто чаще всего, опять-таки, владельцами не замечается то, что происходит, допустим, ну, опять-таки, нарушение походки или собака просто мало гуляет сама по себе, это незаметно и так далее. А тут, да, тут вот произошло такое, что в какой-то момент животное, к сожалению, не встало, да, то есть не встало там на задние лапочки или на передние или на все четыре. То есть, как бы, это довольно-таки часто встречается, опять-таки, чаще это связано, допустим, с теми же протрузиями, допустим, если собака там среднего возраста, который компрессирует спиной мозг, соответственно, ущемляются корешки, то есть это приводит к вот таким вот проблемам. Очень часто это бывает посттравматическое, допустим, собака попала под машину, да, то есть разрыв спинного мозга. Это бывает и на фоне новообразования, опухоли и так далее. То есть вот это вот пациенты, они популяризованные пациенты, то есть они обычно всегда экстренные пациенты, и здесь без МРТ или без КТ, то есть, ну, вообще никак, потому что время тут оно играет не за там пациента, к сожалению, время очень мало, очень ограничено. Чем быстрее будет оказана, скорее, именно оперативная помощь уже, потому что таблеточками-примочками такого пациента уже не полечить. Вот, тем будет лучше для него уже. А вот если была какая-то проблема, ну, то есть владелец просто не замечал, ну, то есть, ну, живется-живется животное, да, ну, то есть какие-то вот не такие, ну, не знаю, там, например, поспал, да, ну, собаку возьмем, поспал, да, полежала она, потом мы же не всегда видим, как они встают, ну, то есть они вот уже очень часто проблемы вот эти возникают. Я говорю по себе, как вот владелец очень-очень старой собаки, да, то есть, если я всегда буду наблюдать, он же там полежит, в этом кабинете там вместе полежит, там полежит, соответственно, как он встает, я могу заметить тогда, когда я это вижу, этот процесс. Поэтому в большинстве случаев мы не всегда видим, да, вот если эти проблемы идут, то есть явно она может зреть-зреть здесь, и вдруг он, например, подбежал, вот резкий вот такой вот, там, не знаю, скрестиванный тоже может спровоцировать резкий, и вдруг кажется, что ничего не подвещало, резко произошло, да, этот момент мы говорим. Да, это все, это может быть, на самом деле, проблем, которые могут это вызвать, на самом деле, вот масса, да, то есть, как я уже сказала, там это могут быть и про друзей, чаще всего, которые встречаются, опять-таки, то, что касаемо взрослых животных, обхолевые процессы, но бывают и такие моменты, как фиброзная, допустим, хрящевая мгрия, которая вот как раз вот произошла, как-то резко встал, там, пошел, или вообще, в принципе, на ровном месте, то есть, животные, вроде бы лежала, никого не трогала, но, тем не менее, она произошла, вот, это все действительно может произойти, вот, одна момента, то есть, и, ну, совершенно недосказуемо здесь невозможно это как-то там, вот, профилактировать. Ну, просто, да, может быть, люди просто думают о том, что вчера еще ничего не было, я про это говорю, чтобы это, ну, то есть, то, что мы многие вещи просто можем не замечать, я вот про это говорю, да, то есть, процесс идет, а на самом деле, нам кажется, что это вот прям вчера, ну, сегодня, вернее, случилось. Так, вот еще, нет, вопросики, в Беларутии проблемы есть с литерамом, только индийский аналог. Ну, мне кажется, что в наших реалиях индийские препараты, по-моему, очень даже неплохо, а? Да, это очень неплохо, да. Да, фармацевтия, фармацевтия в Индии вообще считается одна из самых таких достаточно сильных, развивающихся, и они в данных наших реалиях, я слышала официальную информацию, готовы восполнить, в общем-то, весь запас любых препаратов, которые нам необходимы для лечения разных заболеваний. Так, к вопросу про щенка с нарушением координации. Мы прокололи церебролизин, октовигин, мельгамы для умственной деятельности. Доктор не знает, какой диагноз. Это, видимо, вот про того щенка, у которого были нарушения вот этого. Как знать? Может быть, ну, еще одно мнение узнать, альтернативное. Да, нужно, значит, прием, да, то есть там другой. Диагноз не всегда, да, задние лапы скрещивает, когда лежит. Ну, многие вообще лежат, как цыплята, по-моему, и продолжают лежать, и вроде это не является патологией, да? Ну, это скорее вопрос, я бы сказала, как к ортопеду, наверное, проверится, показаться. Да, больше не надо. Так, вот Алексей спрашивает. Мелкая дрожь, клонические подергивания у Мэйн-Куна трех лет. Придематия, о чем это может говорить? Также очень беспокойные сны с сильными подергиваниями. Выглядит, как в судберге. Путик здоровый, остальных особо проблем нет. Ну, вот, да, было бы тоже очень неплохо все-таки записать видео, потому что, если есть какие-либо там клонические или миоклонические, да, то есть приступы, в принципе, это могут быть эпилептические приступы такие, поэтому... Даже во сне? Да. То есть при этом глаза там бегают? Ну, просто животные что-то там спят, видят сны? Нет, это может быть и фаза очень быстрого сна, да, то есть как бы подергивание, поэтому я говорю, здесь видео было бы очень неплохо показать. Ага, видео, понятно. Там, в фазе быстрого сна они подергиваются. Да, да, у меня собака сейчас приусловит, что достаточно сложно с задними ногами, он, когда спит, он так там бегает, у него очень активно вообще носится, у него там все хорошо при этом ходит плоховато, а во сне бегает по травкам хорошо. Так, значит, еще вопрос, Екатерина спрашивает, надо ли обращаться к неврологу, если у кота 8 лет подобных, возникает тремор конечности, поле стресса. Ой, после стрессов, активные игры, визиты незнакомых людей, громкий шум. Явление это сезонная весна-осень, длится 1-1,5, от 1,5 до 2 дней. После вот события животному никаких, видимо, удобств не доставляется, ярко проявилось это в 5-6 месяцев до 2-2,5 лет, с возрастом происходит реже и слабее. Ну, я так поняла, что котику уже много лет, и, собственно говоря, он с этим уже живет. Это, скорее всего, наверное, стресс все-таки больше, да? Ну, скорее, да, стресс просто, если он не идет на ухудшение, и много лет уже живет с такими проблемами, то, возможно... Что это и не проблемы вовсе. Собственно, да. Ну, если вас беспокоит, Екатерина, что вот это все-таки, опять же, говорим о том, что необходимо записать, потому что это у вас происходит непостоянно, это невозможно как-то... Ну, то есть мы уже сказали, сегодня главное, я бы, наверное, буду подытоживать, когда и наш эфир, что главное для невролога это все-таки, так как все это происходит непостоянно, да, и заметить это сложно, нужно видеофиксация. Поэтому это нужно фиксировать и консультироваться. Так, Чихуа. Один год восемь месяцев, судороги два раза с интервалом в три месяца. Значит, насколько необходим МРТ и не опасно, чтобы собаке процедуру делаться под наркозом? Во-первых, непонятно, сутки идут тоже с потерей сознания или без, да, то есть это очень важно. МРТ, ну, скажем так, это очень желательно, с учетом того, что сейчас, в принципе, все шагнуло, в общем-то, довольно-таки хорошо вперед. Работают анестезиологи, которые делают это МРТ. Если у животного есть какие-либо противопоказания к МРТ после обследования, естественно, делать его никто не будет. Но для того, чтобы исключить, опять-таки, те же самые структурные проблемы, потому что это Чихуа, тут, опять-таки, могут быть и проблемы, дай бог, с энцефалитами, гидроцефалиями и так далее, то есть то, что уже потом приводит к судорогам, то это, я бы сказала, желательно. Но в любом случае это остается на усмотрении владельцев, потому что, да, они иногда боятся за жизнь своих. Я понимаю. Лед, ну вот давай вернемся, вот, может быть, немножко абстрагируемся от самой темы эфира. Но раньше, раньше препаратов, в общем-то, для анестезии было, ну, в общем-то, раз-два и обчелся. Специалистов раз-два и обчелся. И, в общем-то, знаний, ну, честно говоря, тоже не так много. Сейчас все это очень вышло на хороший, такой качественный уровень. И плюс, насколько я вижу, просто я очень хорошо помню, когда стерилизовала свою кошку, а ей на сегодня уже 18 лет, сколько она выходила из наркоза. Ну, потому что так было всегда. Сейчас, когда я привожу свою собаку, и вот недавно там мы делали, удаляли новообразование, я вижу, что собака через 15 минут просто вот. Это разно. Сейчас все немного изменилось в лучшую сторону. Поэтому мы предлагаем проводить обследование, делать, ну, то есть получать заключение у кардиолога, по поводу самой дачи наркоза. Сейчас, уважаемые наши слушатели, все-таки не дают такой глубокий наркоз для того, чтобы провести МРТ. Потом, раньше никогда отправляли домой. Ну, то есть я тоже помню, работала в клинике, сделали, да, тоже кастрацию, кошка спит там чуть ли не двое суток, лежит там и так далее. Сейчас всех сознаний выдают, делают капельные инфузии для того, чтобы вывести из наркоза. И сейчас это намного быстрее. Я своей собаке делаю уже, по-моему, раз 5 наркоза, и собаке 15 лет. Ну, это аналогично, да. Ну, то есть вот так вот прям вот бояться делать это. То есть если действительно это проблема, то, наверное, проще. То есть здесь на весах, я так думаю, надо оценить здоровье животного с его предполагаемыми припадками, будем называть своими именами, эпилептическими, да. И вот этим наркозом, ну, на сколько он там дается? На полчаса, на час? Ну, сколько там? Ну, на самом деле, да, то есть это не полостная. То есть измеримо, да. Да, животное, что было, скажем так, обездвиженное, не боялось, потому что нужно провести исследование, иначе по-другому это не получится. Его же никто там не режет на живую, да. Если на стадии еще обследования найдены какие-то противопоказания к МРТ, естественно, его делать просто никто не будет. Тогда это просто, да, идет какой-то подбор. Так, вопросы про щенка с координацией мы запишемся на онлайн-консультацию. Ну, я думаю, что это будет прекрасно. У нас на сайте ШансБио есть ссылка, как, ну, она у нас не совсем называется онлайн. Если вы хотите к нам записаться, к Елене Алексеевне, вот, то она называется у нас дистанционная консультация. Там большая достаточно анкета, которую можно заполнить, приложить всю информацию, и Елена Алексеевна получит вашу заявку и ее отработает. Так, давай тогда быстренько пробежимся по остальным вопросам, которые у нас, про травмы. Как часто травмы являются причинами вообще потери сознания, паралича, судорог? Так вот, какие вообще, ну, автотравмы, понятно, да, а там, не знаю, падение с высоты, ушибы, удары, спрыгивание с дивана. Да, довольно-таки часто встречаются, причем, самое интересное, бывает, что параллельно, да, и неврологическая, сразу вертопедическая проблема, да, допустим, упал, собственно, там, произошла, там, допустим, черепно-мозговая, еще плюс, допустим, там, выбих или перелом, там, то есть это вот довольно-таки часто встречаются. То, что касаемо дальнейшем, я правильно поняла, там, дальнейшее состояние, да, животного? Да, 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 да. Вот, если касаемо то, что судорог, ну, здесь сложно, предсказуемо, да, потому что, конечно, если к нам животное такое поступает, то, обязательно, мы их ждем, да, то есть мы готовы к тому, что они могут начаться, потому что, ну, черепно-мозговая травма, вещь, ну, совершенно непредсказуемая. Это может пройти как очень легко для животного и без всяких проблем и последствий, так, собственно говоря, это могут быть и вторичные судороги начаться, которые нужно будет обязательно купировать. То, что касаемо, опять-таки, позвоночника, ну, здесь, в общем-то, понятно, да, то есть если какие-либо травматические повреждения, то животное отправляется на МРТ для того, чтобы понимать, опять-таки, насколько, да, там все это дело, компрессировано, гематомы там и так далее, то есть что с этим можно сделать? Я правильно понимаю, что травмы, вот почему важно все запоминать, да, всю историю жизни своего животного, потому что они могут быть как-то, проблемы проявятся? Да, это может проявиться через достаточно большое количество времени, потому что, вот, например, даже был щенок, который упал, ну, вот просто вот назад, сделали МРТ, там большое количество гематом, то есть у него, слава богу, все нормально, но, тем не менее, то есть это может привести к дальнейшим каким-то структурным изменениям, потому что гематомы, естественно, там все это иметь свой струбцеваться, да, то есть образовываются какие-то более плотные ткани, и да, то есть это может в дальнейшем дать какие-то проблемы, но может и не дать. Ну, понятно, в зависимости, да, как там процесс образовался. Так, у нас есть еще вопросы помощников, я прошу мне скинуть эти вопросы, а мы пробежимся быстренько еще. Вот по поводу МРТ-КТ, ну, понятно, что в Москве и Московской области, слава богу, появились целые центры и при клиниках, да, где это возможно сделать и так далее. Возможно, в других российских городах это не так хорошо или в других вообще странах, может быть, не так доступно, у меня нет такой информации, но, тем не менее, всегда ли нужно делать вот КТ-МРТ? И правильно ли я понимаю, что все-таки должен назначать врач, чтобы написать, что конкретно сделать? То есть, ну, такого не бывает, что с МРТ всего. Да, на самом деле тоже вот проблема, потому что владельцы хотят, возможно, сократить время, ну, там, до приема, там, записи и сделать как можно быстрее. И здесь очень большая проблема в том, что неправильно выбирают локализацию. Ну, соответственно, получается, что, допустим, сделали МРТ головы, а нужна шея, сделали МРТ шеи, а нужна поясница, то есть, и получается, что это… Хотели как лучше? Да, а получилось, да, то есть, как бы, и приходится переделывать, соответственно, это двойные расходы, это… И время, да, и наркоз. Да, поэтому для начала, если владельцы все же к тому, что обязательно делать или нет, если настроены, да, то есть, если вот прям вот это вот нужно, это необходимо, то однозначно сначала прием, определить локализацию, потом уже делать МРТ. Насчет того, насколько это вот прям необходимо, необходимо, но на сегодняшний день, да, если, опять-таки, как я уже сказала, животное парализовано, да, то есть, произошел, допустим, разрыв, то есть, всегда нужно понимать, то есть, где, на каком уровне это произошло. То, что делали раньше, делали, вводили контраст, да, то есть, обходились без МРТ, то есть, я думаю, что там, где нету этих же возможностей прообследовать, да, там МРТ, в принципе, можно найти другие варианты, то, что применялось. Так, вот еще у нас вопрос, значит, по каким симптомам можно определить, что скоро будет приступ? У нас они чаще всего возникают во сне, то есть, не на почве стресса, и мне кажется, что у собаки увеличивается температура тела. Да, вполне может быть, это называется, ну, там, продраммальный период, на самом деле, он может длиться довольно-таки длительное время, это могут быть и сутки, могут меняться, может меняться поведение, могут появляться странности, может быть потом уже непосредственно перед приступом, действительно это может быть и рвота, и опять-таки какое-то там возбуждение, или наоборот, животное пытается спрятаться. Владельцу эти моменты проще понять, потому что это его животное, он его слишком хорошо знает, да, то есть, и он уже, некоторые уже понимают и видят, что да, вот сейчас, вот уже, вот скоро, вот оно вот начнется. Да, и парочку советов, вот вдруг, если у человека произошло то, что вот еще не дошел до невролога, еще не знал, что вообще это такое, первый раз с этим столкнулся, что делать? Вот, ну, например, вот, ничего не превращало, первый, вот, да, сейчас поговорим про судороги, вот, эпилептический припадок, водить, убежать, поднять, что? Ну, это, да, это, я прекрасно понимаю, что это шоковое состояние для владельцев, да, то есть, то, что я скажу, они даже на приеме не очень хорошо меня воспринимают, потому что я рекомендую взять телефон и начать снимать, да, то есть, потому что в момент приступа ничем животному помочь невозможно. То есть, здесь можно два, то есть, варианты, первое, заснять на видео, второе, значит, смотреть на часы, да, то есть, если приступ длится меньше пяти минут, собака, допустим, ну, там, лекошка встала, пошла и все у нее нормально, то, в принципе, можно дождаться там приема невролога и спокойно, значит, уже там в порядке, там, не знаю, там, приема, очереди там идти. Если же это длится больше пяти минут, то однозначно нужно ехать в клинику. Если животное, приступ короткий, ну, очень долго приходит в себя, натыкается, там, не видит, не понимает, где находится и так далее, это тоже повод для того, чтобы как можно быстрее ехать в клинику, для того, чтобы помочь снять отек головного мозга, да, то есть, и привести его в порядок. Оно может себя травмировать в этой ситуации? Да, и они могут травмировать, поэтому, опять-таки, тоже рекомендация, то есть, если это происходит где-то там на высокой поверхности, ну, там, на диване, там, или где-то, есть возможность спустить на пол, но вот очень большая проблема, то, что происходит, все пытаются залезть в рот и вытащить язык, да, то есть, вот этого делать не надо, потому что ни собака, ни кошка не подавится, это точно совершенно, а травмироваться нужно очень-очень сильно. А, то есть, это уже владельцу можно травмироваться? Да, 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 да. А, то есть, в процессе у него будут смазки? Да, 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 и, соответственно, то есть... Ну, я так понимаю, что это люди, из принципа людей, чтобы, ну, то есть, когда у человека, да, то есть, я так понимаю, они аналогии просто проводят, как оказывают помощь. А вот, да, да, действительно, кстати, вот, добавлю, а палочку вставить, ручку, что-то... Да, 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 то есть, все, все само, в принципе, все... Может быть, что-то мягкое положить на пол, под ручку, под голову, если вот... Ну, если есть такая возможность, да, то есть, если нет такой возможности, но, опять-таки, да, просто вот положить на пол или на что-то мягкое на полу. Лена, у меня еще вот такой вопрос, это уже, можно сказать, такой, пользуясь служебным положением. Вот, такой частный, раз уж я тебя поймала, а ты все время на приеме, все время занята. У меня был такой случай, я вот все время хотела задать этот вопрос, мне задал его мой дядя, у него был совершенно любимый кокер Спаниэль, и он жил на два, даже на три города, Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, и ему приходилось просто вот на неделю по два-три раза летать. Он без своего этого кокера вообще никуда не летал. Я не знаю, как сейчас обстоят дела, но тогда это животное нужно было полностью сдавать в багажное отделение, не знаю, как там все это происходило, но, в общем, смысл в том, что собака очень часто летала, и потом у него вот как раз начались что-то вот типа неврологических расстройств в виде припадков и так далее. Но это было давно, и он сходил к врачу, и ему якобы врач сказал, что это вот что-то типа менингита, животное простудили в багажном отделении, и у него, ну, собственно, собака была совершенно здорова до этого. Такое вообще возможно от перелетов в этом багажном отделении? Я все время хотела спросить, вот вспомнила. Но здесь начнем с того, что, в принципе, кокер-спинеели относятся к тем породам, которые предрасположены. Ах, вот оно что. Поэтому, соответственно, триггером могло стать все, что угодно. Если бы, допустим, он полетел в первый раз, у него случилось, то да, то есть тут однозначно, ну, скорее, можно было бы сказать, что да, полет спровоцировал у него там приступ. Когда животное долго-долго летает, и уже для него это привычное, да, там состояние, хотя, в принципе, ну, невозможно сейчас оценить, насколько он стрессовал там. То есть, может быть, он держался сколько он мог. Это нам так кажется, что да, он привыкал. Вот, да, то есть, и в конце концов, то есть, это, ну, послужило все-таки именно там для того, чтобы вот все это дело вот включилось у него. Может быть, у него действительно проблемы были с энцефалитом, то есть, просто когда животное выполняет, скажем так, ездит постоянно, и для него это, скажем так, несколько привычное состояние, ну, я думаю, что маловероятно, что это может спровоцировать. Я тебя поняла. Скорее, что-то еще было. Или просто наступило время, когда это должно было произойти. Я поняла. Так, у нас есть еще вопросы. Прошу мне помощников, да, написать, если у нас вопросы, прислать. Вот, ну, что я могу сказать? В принципе, мне показалось, что сегодня достаточно так уемко, и в то же время мы чуть-чуть понадпуцывали достаточно много интересных тем. Я правильно понимаю, что у врача-невролога очень ограничено, ну, особенно в ветеринарии, возможности в диагностике. Мы их назвали, да, то есть рентген ничего не показывает, вообще никогда ничего не показывает в качестве неврологии. Нет, почему? Мы рентген обязательно делаем, то есть если то, что касаемо проблем с позвоночниками, потому что довольно-таки часто находим подвывихи тех же позвонков, да, то есть или, скажем так, какие-то, ну, там, дегенеративные изменения, да, то есть рентгеновский снимок, то есть обязательно входит в обследование. А, ну, понятно, но я имею в виду, что он все равно, его возможности ограничены, я про это хотела сказать. Возможности, да, возможности ограничены. То есть она больше в ортопедии, вот это как раз… Да, она больше, к сожалению, да. То есть КТ, МРТ и какие-то некоторые исследования, вот такие, как подбор дозы, да, препаратов, которые, например, в лабораторной диагностике, и какие-то исследования, я так понимаю, лабораторные, общие, которые есть, включают в себя в общий, да, и какие-то инфекции, которые дают, например, тот же тексоплазмоз, неоспороз, да, те, которые дают неврологическую какую-то картину. Ну, все остальное, в общем-то, на опыт, на знания самого невролога и частоту встречаемости различных заболеваний, и возможность, да, его оккупировать. Ну, Лен, будем подытоживать сегодняшний наш эфир. Спасибо тебе огромное, что побеседовала с нами, ответила на много интересных вопросов. Ну, и последний такой, скажем, совет владельцев животных от врача-невролога. Чего точно делать нужно, чего он точно делать нужно? Ну, нежелательно заниматься самолечением, да, то есть интернет там все это делает. Долго ждать, что пройдет само? Да, да, да. Вот. Лучше, собственно говоря, прийти на прием, ну, неважно, там, в какую клинику, там, в каком врачу, да, то есть обязательно показаться, вот, и выполнять, конечно, назначения, которые дают, потому что это очень-очень важно. Нервная система вещь очень хрупкая, каких-либо погрешностей, то есть она, в принципе, не очень сильно терпит, да, то есть в назначениях, поэтому, в смысле, в лечении. Поэтому, соответственно, то есть, ну, относиться немножечко бережнее, что ли. Да, я, может быть, еще от себя добавлю, я думаю, ты будешь самой согласна. Неврологические проблемы, проблемы на расстоянии, ну, как сказать, не расстояние, а дистанции. Быстрого эффекта, как дал волшебную таблетку от газообразования, и газы ушли, да, то есть не получится. Я бы, наверное, советовала владельцам животных, которых столкнулись вот с такими заболеваниями животных, правильно Елена Алексеевна сказала, что это четкое назначение, не заниматься самолечением, потому что это все очень сложно, нервная система устроена. Первое, точнее, третье, запастись терпением, да, и понимать, что здесь вот как раз в том, вот мне понравился вопрос, то, что вот люди, это было видно, что они на протяжении долгого времени выполняют назначение, и это привело к такому результату, что два с половиной года это, у них нет никаких приступов. Да, это однозначно. Вот об очень ответственном отношении, то есть набрались терпения, поняли, что с этим можно справиться, да, и вытащили собаку или кошку, я не помню, на достаточно длинную ремиссию. Вот это, конечно, достойно уважения, спасибо вам огромное. Ну, все, отлично, спасибо, хорошего вечера. Спасибо взаимно. Спасибо огромное, всем спасибо за внимание, мы отключаемся, до новых встреч. Всем пока. До встречи.